Здравствуйте дорогие телезрители и мои подписчики на канале YouTube Голова Садовая и у нас сезон дачной в самом разгаре, еще идет высадка, ну цветов по крайней мере, а сегодняшняя тема помидоры на улице. Хочу сразу предупредить тех, кто не любит мои бла-бла-бла, переключайтесь на другой канал и не смотрите, не пишите мне всяких дурацких комментариев, понятно? Надеюсь, что да. Значит, что такое томаты на улице? Это совершенно незащищенные растения, которые предоставлены сами себе, как правило. Посмотрите, вот он томатик на улице, у него уже одна, две, три цветочных кисей, я надеюсь, что их будет гораздо больше. Они невысокие, они всего сантиметров 80, томаты на них, ну, очень похожи на гран-при, но это не гран-при, не скажу какие, то вы сейчас побежите все покупать. Значит, что сейчас с ними нужно сделать? Они еще не привязаны, палки поставлены, но они, поскольку низкорослые, могут пока стоять и как бы, да, не падать. Так, ветер начинается, это очень плохо. Значит, у меня в руках ножницы, обратите внимание, сейчас все листья, которые касаются почвы, нужно убрать. Не надо бояться, никаких ран вы им не нанесете. Один умный молодой человек написал, мало того, что и пересадки, посадки у них шок, я еще листья должен обрывать, ты никому ничего не должен. Можешь ничего не обрывать, это твои проблемы и проблемы твоих помидор. Смотрите. Видите, да? Лист лежит на земле. Я его отрезаю без всякой жалости. Вот второй лист еще ниже, вот он. Я его буду вот так выкидывать, чтобы вы видели, что я вас не обманываю. А знаете, зачем это нужно делать? А за тем, что касаясь земли, томаты естественным образом нахватают болезней. Да, даже если земля будет здоровая, они все равно приболеют. А уж фитофтор, это, которая нацепится вообще непонятно зачем и как, она тут будет первая. Так что, пожалуйста, послушайте доброго совета. Вот так вот, не надо бояться. Вот от того, что вы обрежете листья лишние, ваш томат быстрее плодоносить начнет. Вы понимаете это? Да, у него шок, да, у него стресс. Но мы же его не обломили, мы же его жизни не лишили. Но от того, что он испытывает стресс и шок, он что думает? Нет, правильно, как бы не остаться без потомства. И начинает, естественно, вступать в плодоношение гораздо быстрее, чем он сделал, если бы мы его себе предоставили. Уж, конечно, при хорошей поливке и подкормке он бы столько зеленой массы выпустил, сколько нам не надо. И обратите внимание, между рядами томатов борозды, засыпанные, ну, не крупными стружками, старыми сказать, кстати. Вы все задаете очень много вопросов, зачем у вас стружки на огороде. Для того, чтобы держать влагу, раз, чтобы не носиться с лейкой около этих томатов, как вы это делаете через день и каждый день, два, и чтобы здесь не ползали никакие слизни. Стружки, они очень колючие, слизни голые, сами понимаете, больно не поползут. Как поливаются томаты на улице? При любом раскладе один раз в две недели. Я это уже говорила неоднократно. В теплице один раз в неделю. Но количество воды должно быть соответственным. Почему на улице поливки гораздо реже? Да потому что в воздухе очень много влаги и тумана, и роз. И все это, если рыхлая почва, все это входит туда. Вы можете кормить, вы можете поить томаты, но смотрите внимательно. Не надо поливать вот сюда. Вот в этой зоне находится под стружками их корневая система. И там тоже. Они просто развернуты туда-сюда, туда-сюда. Но все корни обоих рядов и этих тоже находятся вот там. Поэтому кормите поливать только сюда, не смачивая почву под томатами. А уж тем более, не надо из шланга по ним лить. Вы не сходите с ума. Это очень вредно для них. Переувлажнение воздуха даже около томата очень печально кончится. Он сбросит цветочки. Представьте себе. Ну, кормить надо, естественно, очень-очень вас. Прошу прям, не знаю как. Нельзя коктейлем дачным поливать не разбавляя. Нельзя. Хотя бы наполовину. Я уже сделала такой фокус-фокус с огурцами. И 2-3 огурца у меня повесили уши. Потому что только разбавленные. Первая поливка 2 литра коктейля, 8 литров воды. Это нормально. И не надо гнать зеленую массу томатам. Это ни к чему. Им помидоры нужны. Ну, вот на этом я закончу. Это все еще будет у нас в следующих программах. А на этом до свидания. Всего хорошего. Ваша тетя Таня.